У нас катер с джипом столкнулся. Это как так? По мелководью. Джип заехал в море, помыться типа. А на катере пьяный в него влетел. Катеру нифига, а джипу бампер, капот и стекло в хлам. Вызвали гайцев, держали полчаса. Сказали, мы ни при чем, не на дороге же. Водник подъехал, выписал 300 рублей катеристу за то, что пьяный. И 2000 водили джипа за то, что машину мыл. У пессимиста будильник заведен на 7 утра. У оптимиста на половину восьмого. У реалиста на 7, 7.10, 7.20, 7.30. А у пофигиста вообще нет будильника. Жизненно такая, в общем, и есть. Проснулся, поработал, лег спать. Кому повезло, тот еще поел и занялся любовью. Я с такой девушкой познакомился. Она от поцелуя в обморок падает. Ух ты, познакомь. Не могу, она сейчас в коме. Девушка, хотите переспать со мной? Да как ты мог? Да как тебе такое только в голову пришло? Нет, правда, как ты догадался? Из тюрьмы бежит заключенный. Его, естественно, ловят и возвращают. Приводят к начальнику. Ну и зачем ты, Сидоров, бежать решил? Жениться хотел. Да. Странно ты понимаешь свободу, Сидоров. В 90-е годы моя бабушка продавала сигареты и семечки у магазина. И мне говорила, Внучек, современная молодежь ужасна. Все курят и пьют. А в моем окружении были очень положительные друзья. Я ей сказал, Бабуля, а может ты начнешь книги Пушкина продавать? И тогда у тебя другие покупатели будут. Продолжение следует.